Здравствуйте! Вы смотрите программу Блогеры 2.0. Блогер Арман Байганов вновь озаботился сервисами и компаниями, которые выдают онлайн-кредиты, а точнее, последствиями от таких кредитов для клиентов и, в принципе, процедурой выдачи подобных займов. По подсчетам пользователей Ювижн, проценты выплат по таким кредитам достигают тысячи процентов годовых. В Казахстане неоднократно поднимался вопрос о необходимости регулирования и контроля компаний, которые занимаются онлайн-кредитованием населения. Основной тезис ограничит устанавливаемую ими годовую эффективную ставку кредитования на уровне коммерческих банков, микрофинансовых организаций и кредитных товариществ, то есть в размере 56%. По выводам автора, получается, что пока деятельность таких компаний практически не регулируется. То есть Арман Байганов задается вопросом, почему в законодательстве все еще нет правил работы таких микрофинансовых организаций, которые могут выдавать кредиты онлайн-казахстанцам и при этом физически находиться за рубежом. Сейчас получается следующая ситуация. Компании по выдаче онлайн-кредитов по своему усмотрению устанавливают кабальные условия для заемщиков. В случае просрочки заемщику приходится выплачивать штрафные санкции, в несколько раз превышающие просроченную задолженность, тогда как в банках начисление штрафных санкций составляет не более 10% от суммы задолженности. Размер ставок вознаграждения этих компаний доходит до 1000% годовых и выше. На этом они получают сверхдоходы. При этом комментаторы считают, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. В том смысле, что каждый человек, берущий кредит добровольно, принимает на себя ответственность по тому или иному соглашению. И подпись в договоре ставит собственноручно, соглашаясь с условиями, предлагаемыми заемщиком. Кабальные условия, принимать которые никто под дулом пистолета не заставляет. Если есть такие услуги, значит есть и спрос на это. Я обуздал таких расставщиков. Я не беру у них в долг. Нацбанк просто не в состоянии контролировать мелкие МКО. Заемщиков туда никто не тащит. Спрос рождает предложение. Что за странное желание, чтобы за людей все решало государство? Необходимо отметить ради справедливости, что онлайн-кредитование – это рисковый бизнес, так как отсутствуют привычные формы обеспечения кредита, как залоги или обслуживания зарплатных проектов. Поэтому такие высокие проценты. Если административно все запрещать, то все уйдут в тень или просто не будут развивать новые инновационные виды бизнеса. Поэтому предпочтительнее поддержка конкуренции в данном секторе со стороны Национального банка и правительства, что неизбежно выровняет ставки вознаграждения по многим видам кредитования. 22-й день рождения казахстанской конституции даже по прошествии недели не оставляет равнодушными отечественных блогеров. Постразмышления на эту тему разместили на Ювижн. Посыл один. Да, всем было нелегко за это время, но достижений достаточно. А перспективы жить лучше – высоки. А кому сейчас легко? Наверное, простые казахстанцы, те, кто все эти годы работал и что-то создавал, нечасто задумываются над этим вопросом. Некогда думать, когда надо работать. Но саму эту возможность спокойно работать и зарабатывать, как и другое, что у нас есть – мирное небо, доброжелательное и дружелюбное общество, красивые города, хорошие строящиеся дороги – все это мы не всегда ценим. Не всегда как-то приходит в голову, что все тогда, в те смутные 90-е, могло пойти по совсем иному пути. Не обошлось и без сравнений. В расчет автор поста берет соседние страны. Оно и понятно. Мы в одно время оказались в одинаковой ситуации. Распад СССР, порог независимости. И в этом смысле Казахстану есть чем гордиться. Иногда бывает полезно оглянуться на соседей. Они тоже примерно в те же годы принимали и устанавливали тот главный закон, по которому предстоит жить и развиваться. Каждый по-своему. И результаты везде свои. Не так давно, например, довелось побывать в солнечном Туркменистане. Да, воистину, все опознается в сравнении. Этот праздник, день конституции нашего суверенного Казахстана, он на самом деле дает хороший повод вспомнить, сопоставить, сравнить. Ведь стартовый уровень у всех у нас был примерно одинаков. Причем у нас в Казахстане он был далеко не лучшим. Например, в сравнении с постсоветским Узбекистаном, с его мощной промышленностью наш Казахстан смотрелся так, слабенько. Вывод автора следующий. Несмотря на то, что у некоторых соседей стартовые позиции были чуть лучше, несомненно, у кого-то чуть хуже, Казахстану все равно удалось вырваться вперед и стать главным игроком в азиатском регионе. А это как раз то, чем стоит дорожить. Если вам есть что предложить нам для обсуждения в программе, пишите мне в личных сообщениях, либо оставляйте комментарии на сайте нашего канала. До встречи в эфире и в Казнете! Субтитры подогнал «Симон»!